уважаемые коллеги доброе утро мы готовы начинать наш вебинар скажите мне пожалуйста вы меня хорошо видите и слышите да отлично кто-то пишет да кто-то пишет пишет валерия пономарева кто-то пишет да здравствуйте добрый день замечательно уважаемый коллеги на всякий случай если у кого-то звук будет не очень четко идти вы можете сделать два действия как минимум для того чтобы ситуацию исправить первое действие вы можете попробовать зайти на тот же самый вебинар по той же самой ссылке но через другой браузер второй вариант что вы можете сделать вы можете подвигать ползунок настройки громкости звука для этого наведите курсор на изображение ректора под ним появится изображение динамика подвигать ползунок потому что иногда бывает такая ситуация когда звук включен на полную громкость он изначально почему-то у некоторых участников не очень хорошо идет а если вы его подвигаете будет лучше и третий вариант то есть возможность даже на самом деле еще больше чем я сказал это заморозить видео точно так же когда вы наводите курсор на изображение лектора под ним появляется видеокамера нажимаете на нее появляется надпись заморозить видео кликайте и тогда мое изображение замрет но зато освободившись частота пропускной способности интернет-канала вашего она будет занята на то чтобы передавать звук и качество звука значительно улучшается я не буду отвлекаться на комментарии если кто-то будет писать что слышно плохо во время вебинара потому что к нам будут приходить и приходят люди даже за то время что я говорил уже 10 человек к нам прибавилось я я вас просто попрошу помогайте участникам помогайте вашим коллегам при случае если кто-то будет говорить что со звуком что-то не то у них посоветуйте как исправить ситуацию ну что ж пишут что качество отличное люднил григорьев кузьмина пишет хороший звук и изображение замечательно уважаемые коллеги и вебинар записывается на видео если запись будет хорошего качества как правило так и получается мою выложим для просмотра вечерний вебинар тоже будет записываться на видео так что если что-то вы упустите или вы захотите какие-то вещи снова послушать посмотреть или поделиться с коллегами запись будет доступна презентацию вечером после окончания вечернего вебинара либо завтра с утра мы тоже постараемся выложить как всегда все презентации можно скачать поэтому если вам какие-то материалы нужны пожалуйста пользуйтесь мы я буду только очень рад ну что ж начинаем вебинар а и самый главный момент для многих все-таки потому что документы документ мы знаем с вами как это важно бывает в конце вебинара в чате мы дадим для вас код для получения сертификата а на экране будут инструкции как этот сертификат можно получить все сертификаты с индивидуальными номерами они именные поэтому когда вы будете вписывать ваше имя фамилию и отчество внимательно пожалуйста пишите потому что если будет опечатка какая-то вам придется тогда заново сертификат себе делать это посложнее получается и сертификат всегда можно восстановить ну что ж я думаю что организационный момент достаточно мы потратили время на него кому нужно те уже пришли кто-то еще будет приходить и начнем с вами работу я представлюсь меня зовут алексей васильевич конобеев кандидат педагогических наук главный редактор издательства титул и журнал английский язык в школе и сегодня мы с вами поговорим об одной проблеме которая с одной стороны вроде бы кажется довольно очевидной но с другой стороны не не теряет свою актуальность очень много лет и не только в россии мы поговорим с вами о том как можно готовить и детей и взрослых к реальном общении на английском языке что должно входить чем отличается содержание обучения от обычного школьного курса какие здесь особенности что такое свайл english где найти и бесплатный материал в том числе и как воспользоваться тем что уже заложено либо в мк либо в дополнительные учебники которые все-таки можно брать в системе я думаю что и вы с такой ситуации сталкивались я точно сталкивался несмотря на свой немаленький опыт и работы в англоязычных странах и поездок регулярных по рабочим моментам и просто туристических которые слава богу бывает иногда я точно сталкивался с такой ситуации когда в быту во что-то попадаешь с чем сталкиваешься и пытаешься долго вспомнить а как называется этот предмет по-английски потому что есть слова который но не всегда у нас на кончике языка верится правда например кто из вас сходу вспомнит как по-английски удлинитель для розетки электрический помнит кто-нибудь нет к сожалению и действительно самое частое слово которым на урок стали бы использовать правда очень просто extension code но все равно когда нужно попросить есть у тебя удлинитель все равно слово требуется можно конечно руками показать у меня была недавно забавная ситуация у меня второй иностранный язык французский а я попал на книжную выставку в германию и меня один коллега просил для своей мамы привести шипучий аспирин причем ему нужен был именно шипучий он еще он он сказал что в немецких аптеках там почему-то какое-то особое качество я не уверен насчет качества но я естественно согласилась привести зашел в аптеку на уровне здравствуйте до свидания аптекарь по-английски говорил я у него спрашивают дыхать аспирин он говорит да а сперва говорит по-немецки о я аспирин не протягивает я понимаю что мне надо объяснить что шипучий надо но вряд ли он слова физи знает я решил попробовать говорю из физи немец меня смотрит удивленно повторяет физи но как здесь есть ситуация вы видите показал рукой говорю он заулыбался горит я я и принес так что коммуникация состоялась а слово в общем то не обязательно требовалось это пример компенсаторных стратегий и мы на следующем вебинаре будем говорить в том числе и про компенсаторные умения и как их можно развивать а вообще мы этим вебинаром начинаем целую серию посмотрите сегодня мы говорим то есть это общее название подготовка детей и взрослых к реальному общению на английском языке это большая проблема это большой момент там очень много интересного и важного поэтому сегодня мы с вами говорим о содержаниях особенностях обучения и посмотрим на примеры сварил энглэша что это такое на следующем вебинаре этой серии тоже в июле мы будем говорить про социокультурные аспекты про то как добиться успеха в общении избежать подводных камней которые к сожалению да совершенно непредвиденно появляются потому они подводные камни и они завязаны не на владении языком не на знание каких-то грамматических аспектов они связаны с культурой с культурой повседневном бытовом смысле и иногда можно совершенно не ожидает того либо обидеть кого-то либо можно сказать что-то что поймут совершенно не так и здесь дело даже не в языке я на следующем вебинаре буду приводить примеры того что очень сильно смущает американцев которые приезжают жить в британию и наоборот то есть люди которые говорят на разных вариантах региональных но все-таки одного и того же языка люди которые казалось бы разделяют одну и ту же культуру сталкивается с огромным количеством подводных камней мы конкретный пример с вами будем на следующем вебинаре разбирать и завершающий вебинар для этой темы это организация обучения в классе во внеурочной деятельности и на индивидуальных занятиях то есть мы поговорим о том как можно в школе устроить курс сварил энглэш как можно вынести во внеурочную деятельность и как можно работать репетитором что для этого можно на самом деле конечно когда мы говорим про школу мы не ограничимся только школами государственными то же самое подойдет и для языковых курсов и для частных языковых центров и так далее на любовь полагина спрашиваю все три темы сегодня нет не все три темы сегодня мы только первую тему берем иначе вебинар у нас длился несколько часов и я думаю что вы бы устали бы потому что дистанционно все-таки не так легко как бывает когда приезжаешь куда-то с региональным семинаром в какой-то регион и начинаешь работу в девять в десять утра и до трех до четырех дня работаешь спокойно и все у нас получается поэтому это три вебинара которые будут в июле на эту тему если мы что-то оставим за кадром если вам что-то еще нужно будет если вас интересуют какие-то другие темы напишите пожалуйста мы будем планировать вебинары на август я очень постараюсь включить эти темы но давайте мы с вами начнем вот елена закирована гусейного пишет что на все записалось очень приятно на июльские ну что ж начнем говорить итак английский для реального общения мы с вами посмотрим на следующие вопросы что такое хорошее владение языком я специально взял это в кавычки потому что у нас очень хоро многие любят говорить ой он хорошо говорит по-английски а когда начинаешь сталкиваешь с тем что же человек имеет ввиду под хорошо говорит по-английски ответа совершенно разные бывают от действительно свободного владения до того что может магазин спросить сколько стоит и тоже считает что это хорошо ну каждому свое хорошо правда же мы посмотрим очень коротко буквально минутку что реально проверяют тесты и какие тесты можно ли как-то использовать для того чтобы проверить владение языком именно с точки зрения готовности к реальному общению мы посмотрим коротко на содержание обучения посмотрю на традиции и посмотрим на то что же примерная программа в школе реально позволяет нам сделать, и что требуется ученикам. И, наконец, начнем говорить детально о том, как подготовить к реальному общению. Итак, уважаемые коллеги, с вашей точки зрения, просто для того, чтобы сверить часы, как говорится, вы профессионалы, у вас будет свой взгляд, конечно же, не такой, как у обывателей, но тем не менее, вот как бы вы определили выражение хорошее владение языком, что это для вас? Итак, свободный, пишет Татьяна Анатольевна, ну, действительно, я, да, очень объемное понятие Оксана Сурина пишет, действительно верно, свободное понимание носителя языка Екатерина Синицына, отлично, уже сужаем немножко, правда? Умение общаться на бытовом уровне, и это уже для кого-то хорошо, действительно, тебя понимают носители языка, тоже отлично, умение использовать язык в ситуации, говорить, не задумываясь с носением языка, отличное определение, оно и оригинальное, и очень точное, по-моему, умение высказать свои мысли, потребности, пожелания, пусть даже задумываясь, да, способность выразить свои мысли так, чтобы тебя понимали, грамотная речь, be fluent, мыслить на языке, ну, мыслить это очень большой опыт надо, действительно, когда переключаешься на английский язык, только на нем и думаешь, но это очень не сразу и не быстро приходит умение, хорошее произношение, это важно, умение общаться, умение в любой ситуации выразить свои мысли, посмотрите, с одной стороны, вроде бы широкий спектр определений привели, а с другой стороны, все равно сводится к чему, к умению точно выразить свою мысль так, чтобы тебя наверняка поняли, и поняли именно то, что вы хотите сказать, и умение понять собеседника, и адекватно на него отреагировать, но это очень действительно широкое, очень объемное определение, хорошее произношение субъективно, действительно, Екатерин Сницын пишет, совершенно верно, ведь нас не смущает, когда по-русски кто-то говорит с акцентом, правда, у нас есть региональные варианты произношения, и когда прилетаешь куда-нибудь, например, в Новосибирск, там темп речи гораздо более высокий, чем, скажем, темп речи в Москве, или приезжаешь куда-нибудь в южные регионы, Ставропольский край, Краснодарский край, там по-другому говорят, опять же, просто у нас произношение имеет функцию, скорее, регионального различия, правда, мы можем послушать и сказать, вот этот человек, наверное, с севера, а вот этот, скорее всего, с юга страны, а в Великобритании там еще и классовые различия, очень важные, то есть, когда человек открывает рот, можно сразу сказать, дорогое образование у него или недорогое, культурная семья или чуть менее культурная. Мне одна приятница из Нью-Касла все время рассказывала, она когда звонит домой, мама у нее снимает трубку и говорит на очень правильном произношении, «Hello, this is» называет последней цифрой телефона и ждет ответа, когда она говорит «Hi, mamma, it's Angela» со своим акцентом, мама сразу начинает улыбаться «Oh, hi, hini!» «Hini» — это то, как в том регионе произносится слово «honey». И затем разговор идет уже на своем варианте абсолютно, который не очень похож на то, что мы с вами привыкли слышать received pronunciation. Тем не менее, никого это не смущает, но это функция все-таки не только региональной, но и социального и так далее. «My fair lady» вспомнили, действительно есть. И вот Нечаево, я прошу прощения, что без фамилии, без имени и отчества, как на экране отображается, верно комментирует коллега, что есть акцент, а есть неправильное произношение слов. Но вы знаете, то, что неправильно в одном регионе, в английском языке, будет правильным в другом. Мы все прекрасно помним со школы, что надо говорить often, правда? Абсолютное большинство сейчас говорит often. Вроде бы неправильные словари до сих пор маркируют такой вариант произношения, как неправильные, а большинство так и говорят. И никуда от этого не деться, к сожалению. И так далее. Итак, а вот всякое ли хорошее владение языком нужно для реальной поездки? Вот те определения, которые вы приводили, они довольно точно показывают. Но, вот Елена Закировна пишет, ни разу не слышала often. А попробуйте, включите какое-нибудь интервью на YouTube, например, или посмотрите фильм на английском языке, тоже на YouTube, очень много сериалов выложено и так далее, наверняка услышите. Просто, знаете, когда не прислушиваешься, то не обращаешь внимание на такие моменты. Но это часто бывает. Или опять, бывает так, что для стыка звуков, для стыка слов, появляется совершенно звучание, которого там не было. Например, типичная ошибка, когда вместо etc произносят etc. То есть, т на к меняют. Или вместо idea of, англичане любят линкин а вставлять, они говорят idea of. Р там нигде не написано, ни буква а, ни звук р не предусмотрен. Тем не менее, очень часто говорят вот так. Но это ладно. Мы когда будем говорить про культурное, особенно социокультурное, на следующем вебинаре я очень много буду региональных примеров приводить, потому что это важно понимать, научить, но говорить так вряд ли. Но давайте посмотрим. Я вам приведу два примера языка, для которых требуется весьма хорошее владение. Но не будет ли оно избыточным, если мы готовим человека просто к реальному общению? Посмотрите на этот текст, который сейчас перед вами. Я его увеличу. Я потом уменьшу размер слайда, если он у вас слишком большим стал у кого-нибудь. Я думаю, что вы этот текст узнаете, правда? Я не буду весело читать по-английски, но если кому-то интересно, то вот внизу появляется ссылка на YouTube. И там замечательный совершенный эксперимент проводился, когда читали произведения этого автора, люди на улицах, в городах. И их просто снимали на телефон. Вот здесь очень интересный ролик, который, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем те варианты, которые разные актеры читают. Итак, узнали произведение? Если не узнали, это Шекспир, 90-й сонет. Тот самый, который замечательно Маршак перевел на русский язык. Но смотрите, какой ритм хороший по-английски. Для того, чтобы понять и воспринять этот текст, нужно немалое владение английским языком. Давайте я вам попытаюсь его прочитать, даже при том, что наше с вами произношение, по крайней мере, моё, не самое идеальное. Но тем не менее. Субтитры создавал DimaTorzok Помните прекрасный? Да, вот Лариса Мураева пишет «Оставь меня, но только не теперь». Несколько переводов замечательных есть. Я могу вам Маршака перевод процитировать. Помните? «Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я остабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе, всех невзгод больнее, что нет невзгод, а есть одна беда. Твоей любви лишится навсегда». Я окончание процитировал. Красиво звучит. Для того, чтобы понять этот сонет, нужно немалое владение английским языком. Но нужно ли нам это для повседневного общения? Скорее всего, нет. Более того, если мы попробуем таким языком говорить, общение будет не очень успешным, хотя и вызовет немало улыбок. Я вам могу показать другую сторону медали. Это язык очень литературный, возвышенный, устаревший. Я вам могу показать пример. Нечто очень современного, но четко маркированного как региональное, как диалектное. Вы слышали когда-нибудь про такой вариант английского языка, который называется Ebonics? В лингвистике он еще называется Black Vernacular English. То есть это лингвистические особенности имеются свои диалектные. Это тот язык, на котором говорит афроамериканское население, причем именно афроамериканское. То есть не просто негритянское, но в США. Лингвисты выделяют в особое направление. И я вам могу привести пример. На Ebonics переводят даже литературные произведения. Вот, например, пример из Библии. Посмотрите, это самые первые строки Библии, книга Бытия, первая глава, самые первые стихи. И так далее. Если вам интересно, можете почитать. Есть специальные сайты, которые посвящены особенностям Ebonics или Black Vernacular English. Там есть и другие примеры. Можно на YouTube найти ролики, когда это актеры читают, либо просто люди, которые говорят на таком варианте английского языка. Очень интересно звучит. Но опять же, при том, что для того, чтобы нам понять то, что здесь говорится, тоже нужно хорошее владение языком, опять же, вряд ли это тот самый вариант языка, который мы с вами стали бы использовать в повседневном общении. Правда? Нас поймут. И кто-то писал в определении, что хорошее владение, это когда носитель тебя понимает. Носитель как раз поймет, даже когда говоришь с ошибками, отходя от языковой нормы и так далее. Но для успешного общения этого не всегда достаточно. Правда? Вот кто-то пишет ужас, пишет Галина. Вы знаете, это как раз та ситуация, чтобы когда есть разные региональные варианты, и они отличаются. Я вам сегодня покажу несколько примеров. Я маленькую викторинку для вас приготовил, для того, чтобы посмотреть, что же реально надо для реального общения. То есть, давай вот проверим, насколько вам удастся воспринять эти моменты. Это непростая вещь, но это то, в чем совершенно свободно ориентируется носитель языка, естественно. Вот все эти слова — это синонимы одного слова. Кто из вас вспомнит, либо догадается, какое слово соответствует этим словам в литературном языке? Nothis, cheaters, spuds, taters, tatties. Так, кто-то пишет звука, нет. Слышите? Вот Елена Закировна, картофель. Верно? Это сокращение от potatoes. Коллеги, вы меня слышите? Все остальные. Да, отлично, продолжаем. Следующее. А как бы вы вот эту фразу перевели на русский язык? My English teacher was pulling my leg when she said I didn't pass the final exam. Что делала учительница, когда она сказала, что ученик завалил финальный экзамен? Морочила голову. Да, это геоматическое. Шутила, дурачила. Верно? А вот эта фраза, да. Dorian retired to Victoria, British Columbia, after 35 born years as a paper pusher at a large factory office. Paper pusher. Кем она работала? Чем она занималась? Секретарем была офисная крыса, тоже как вариант, да? Хороший вариант, на самом деле. Рассыльная. Не совсем рассыльная, хотя Татьяна Геннадьевна интересный вариант предлагает. Коллеги, вот Ольга Тосинюк пишет, что нет звука, что сделать? Посоветуйте, пожалуйста, или через другой браузер войти, или же попробовать подвигать ползунок на изображение динамика, которое появляется, если навести курсор на изображение лектора. И еще один вопросик, маленькое предложение. Вот такая фраза. He is at her majesty's pleasure now. Что произошло с человеком? Фаворит? Милость? На службе его величества? С милости? Джеймс Бонд? Сейчас я вам расскажу, что это такое, на самом деле. Итак, первый действительно potatoes на разных диалектах. Pulling my leg. Joking, да? A paper pusher. Это человек, который бумажки всякие заполняет. То есть бумажная работа. И, наконец, at her majesty's pleasure, человек находится в тюрьме. Совершенно не фаворит. И посмотрите, как интересно. С идиомами мы с вами справились. С картофелем справились, потому что кто-то, возможно, помнит эти слова, потому что спадс появляется, периодически корнеплоды, да? Tatis и Tatis звучат похоже. Это сокращенные формы разных вариантов. Tatis от Шотландии, например, и Tatis тоже ближе к северу Англии. Murphys, это к Ирландии, по-моему, ближе, хотя здесь могу ошибаться и прочее. А вот in prison нас смутило. А paper pusher довольно образное выражение, его понять можно. At her majesty's pleasure, слово pleasure абсолютно вводит в сторону. Посмотрите, мы все с вами профессионалы и специалисты. Мы с абсолютно большинством ситуаций справились, которые перед нами возникли. Но, опять же, не со всеми. Но, с другой стороны, в реальной поездке не так часто сталкиваешься с такими вещами. Поэтому, опять получается, мы с вами говорили про то, что хорошее владение языком, это владение довольно глубокое. А на самом деле, получается, не так уж и глубоко нам надо, на самом деле, чтобы нас поняли. Правда? Вот дети не справятся, но мы детей здесь и не просим таким вещам. Так вот, достаточно ли владеть языком, в кавычках, для поездки? И как этим надо владеть? Опять, несколько маленьких вопросов. И языковые, и не языковые. А скажите мне, пожалуйста, вот как по-английски наиболее натуральный способ, естественный сейчас, когда вы еду заказываете с собой, как мы это скажем? Out. Нет, не out. Out это, убирайся отсюда. Take away. Это название типа ресторана. Take away pizza, take away cafe и так далее. А как мы скажем, я с собой. Вот, Ольга Страверово пишет to go. Потому что, знаете, как у вас официант спросит, вы будете здесь ездить или с собой возьмете? Очень просто. For here or to go? И все. Самая нормальная фраза. Правда же? Вот на сколько людей подключились теперь. Верно. А когда вы слышите вопрос have you got the time, что на него? Какой ответ ожидается? Have you got the time? Sure. Нет, это вопрос, сколько времени сейчас. Просто это одна из очень популярных фраз, которую говорят. Можно спросить what time is it? Это абсолютно правильно и так далее. Но разговорный вариант британский очень часто звучит как have you got the time? То, как спрашивают. А в какой ситуации, когда можно услышать в Англии, подчеркну, в Англии, не в Америке, здесь региональная разница, фразу cheers mate? Нет, в Америке будет тост, потому что cheers это действительно поднимают в баре. Нет, greeting тоже не совсем. Прощание. Спасибо, пишет Ирина. Верно. Придержать для кого-то дверь, вам говорят cheers mate на ходу и пошли дальше. Так проще, чем сказать thank you для носителей языка. Ну и мы сами. Кучу разных выражений тоже придумывает, правда? Я не призываю вас именно так и говорить. Но не удивляйтесь, если вы это услышите. А вот такой момент. Здесь уже попроще, я думаю, будут. Это уже не только, не такие узкоспециализированные языковые вопросы. А вот когда оплачивать поездку в автобусе в Великобритании? При входе или при выходе? При входе. Верно. А если вы карточкой пользуетесь, то ее еще и при выходе надо прикладывать. Точно так же, как в метро. А скажите, пожалуйста, для чего в метро в Лондоне может потребоваться ойста, устрица? Проездной билет. Оистокад. Верно. Причем только лондонская оистокад. Она и в метро работает, и в автобусах, и так далее. Правда же? А как на ежемесячных расходах семьи в Англии может отразиться покупка телевизора? Правда, здесь я немножко жульничал. Это не самая важная информация для поездки. Но тем не менее. Вот предположим, семья в Англии купила телевизор. Это повлияет как-то на их ежемесячные расходы или нет? Есть какие-то идеи? Кто-то пишет, вряд ли. Нет идей. Думаю, да. Покупка кабельных каналов. А больше налог, пишет Екатерина. Вы знаете, дело вот в чем. Если вы в Великобритании покупаете телевизор, то вы платите за него лицензию. Поэтому есть специальные комиссии, которые проверяют, а не появился ли у вас телевизор. И за каждый телеприемник в квартире вы платите дополнительную сумму. Поэтому покупка телевизора в Англии, это не то же самое, что в России. И в России вы можете хоть в каждой комнате поставить, никто вам слов не скажет, заплатили, имеете право. А в Англии вы платите налог, и из этих денег содержится как раз BBC. Поэтому они не зависят от государства, и они могут формировать свою политику самостоятельно. Ну и еще один момент, совсем сложный вопрос, честно признаюсь. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, на каком общественном транспорте лучше всего передвигаться в Лондоне on Christmas Day, 25 декабря, в день Рождества? Такси Елена Закировна пишет. Правильно. Олесь пишет. Он фуд. Почему? Скидки на оленях, пробки. Нет, транспорт не работает, Татьяна Анатольевна пишет. Никакой общественный транспорт не работает. Метро не работает вообще, 25 декабря. Автобусы не работают вообще. Совершенно не работают. Поезда останавливаются, кроме экспрессов самых больших, которые, например, из Лондона в Эдинбург идут и так далее. А местные поезда тоже встают. Вся страна отдыхает. У всей страны выходной. То есть, посмотрите, как получается. Есть очень много аспектов, которые нам нужны помимо языка. А языка-то, оказывается, не так уж много надо. И язык довольно специфический, когда мы говорим про поездку и готовим детей. Но это все интересно, правда? Одна из интереснейших тем. Вот давайте мы с вами теперь посмотрим, собственно. Кстати, я вам хочу одну картинку показать. А скажите мне, пожалуйста, что здесь рекламируют? Turkey at Christmas. From 499 pounds. Индейка? Вы думаете, что индейки стоят от 500 фунтов? Поездка, конечно, это туристическая поездка. Это рекламируют туры в Турцию зимой на Рождество. Но посмотрите, как интересно, как слово может восприниматься неоднозначно даже нами, профессионалами, специалистами, которые уж прекрасно знают о том, что это слово имеет два значения, правда? То есть, на самом деле, довольно интересная вещь. Интересная реклама, которая точно заставляет задуматься, но в то же время есть о чем посмотреть. Есть на что посмотреть и подумать нам с вами, неносителем языка. Итак, что же нам нужно для поездок? С точки зрения языка, большой ли нам словарный запас на самом деле нужен? Для того, чтобы просто поехать и справиться с бытовыми ситуациями, конечно, нет. Некоторый словарный запас и ряд грамматических структур, без особых сложностей, правда же? А что еще, кроме словарного запаса, нужно и знания определенного грамматики? Деньги, правильно. Если есть деньги, язык уже не помеха, правда? Правила поведения, карты, знания культуры, не бояться, улыбка, культура, поведение. Согласен, знания реалии страны, верно? И, наконец, знания типичных разговорных выражений. Потому что, если вы подойдете в кассу, даже в России, и будете говорить, не будете ли вы так любезны, и не продадите ли вы мне билет в один конец до Петербурга, кассир как минимум удивится. Вы, конечно, сможете этот билет купить, но, тем не менее, это будет не самый удачный способ покупки, правда? Он больше времени займет, кассир же долго потом будет либо улыбаться, либо пальцем у виска в тихомолку крутить. Тем не менее, а есть разговорные выражения. Мне до Питера один билет, и все. Совершенно не то, что мы в книге с вами увидим чаще всего, правда? То есть, ситуации совершенно разные. Итак, что же за английский язык? А вообще, а как проверить, насколько мы языком владеем? Готовы ли мы для поездки? Если мы посмотрим на контрольные работы, на экзамены и на тесты, особенно международные тесты, мы с вами увидим, что у них у всех заявлена проверка уровня сформированности коммуникативной компетенции. То есть, насколько экзаменуемый может справиться с ситуацией повседневного общения на языке. Например, если вы сдали экзамен First Certificate in English, это значит, что потенциально... Я не помню сейчас точные цифры, поэтому я могу ошибаться, я проверю, посмотрю и на форуме тогда напишу. Но, по-моему, если я правильно помню, FCE означает успешно сданный, что вы примерно с 40% всех потенциально возможных ситуаций на языке справитесь. Cambridge Advanced English — это примерно ситуации процентов 60. И, наконец, Proficiency in English — это 80-90 ситуации. Это очень высокий уровень владения, но это проверяется именно повседневное общение, которое подразумевает не только какие-то бытовые моменты, но и написать заявление, написать письмо, жалобу и прочее. Есть такие экзамены, как IELTS и TOEFL, например. Есть и другие экзамены такого же типа, но я привел наиболее распространенные. Они, кроме повседневного общения, проверяют еще умение функционировать успешно в академической среде с помощью английского языка. Поймете лекцию или не поймете? Найдете дорогу на кампусе или не найдете? Поймете объявление или не поймете? Правда же? И, наконец, экзамен GRE — это американский экзамен, его сдают все. Это языковой экзамен, обратите внимание, но даже если вы носитель языка, вы все равно родной язык будете сдавать этот экзамен для того, чтобы поступить в магистратуру. Это готовность понимать научные тексты проверяется. Ну, есть такой экзамен, как ЕГЭ, который тоже заявлено проверяет уровень сформирования коммуникативной компетенции. Но вот насколько он отражает бытовые ситуации, слава богу, говорение начало отражать. Например, в диалоге-распросе. Правда же? Хорошо, что личное письмо пишем. Тоже отражает. Но все равно экзамен больше проверяет, скорее, языковую компетенцию. А вот повседневное общение туда чуть поменьше, пожалуй, заложено. Но у нас ведь и обучение строится немного по-другому. Если мы с вами посмотрим на то, что у нас заложено в примерную программу обучения, мы с вами увидим, что возможность, с одной стороны, есть готовить к реальному общению. С другой стороны, они очень общепрописаны. Я сделал для вас извлечение из примерной программы ПАВГОС для начальной школы и для пятого-девятого классов. Посмотрите, в втором-четвертом классе, что приходится, о чем говорится в программе. Совсем чуть-чуть, с содержательной стороны. Это приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого тикета. То есть, научились говорить goodbye и good morning, и вроде как уже программа выполнена. Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты, питание. То есть, тоже не так много языкового содержания, хотя мы сейчас о начальной школе говорим для детей, и этого немало уже. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка. В ряде ситуация общения. В школе, во время совместной игры, в магазине. Все. Если вы посмотрите на примерную программу для начальной школы дальше, то вы увидите, что там речь идет как раз о знакомстве со сказками, жизнью сверстников и так далее. Но это не то же самое, что подготовка к реальному общению. Но, тем не менее, возможности заложены. Пятый и девятый классы. Там побольше. Посмотрите. Опять же. Начинать. Вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалога в стандартных ситуациях общения. Здесь включается бытовое тоже. Соблюдая нормы речевого этикета. При необходимости переспрашиваю, уточняя. Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекст краткий, несложные, аутентичные, прагматические аудио-видеотексты, выделяя значимую, нужную, необходимую информацию. Заполнять анкеты и формуляры. Это тоже в жизни требуется. Знание национально-культурных особенностей речевого-неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка. Применение этих знаний в различных ситуациях формально-неформально-межличностно-межкультурного общения. Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении приема информации за счет использования текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса словарных замен, жестов, мимики и так далее. Вот здесь уже большой объем, и у нас с вами большие возможности. Потому что идет речь о стандартных ситуациях общения, и мы с вами можем выбрать и так далее. Но вы знаете, ситуация-то вот в чем. Мы, конечно, можем придумать. Но если у нас на школьном уровне нет удобного УМК, учебно-методического комплекта, который включал бы все эти моменты, то тогда к реальному общению готовить трудно. Хотя бы потому, что не так часто мы с вами бываем в Великобритании, не настолько мы близко знаем культуру, и многие учителя прекрасно обучают английскому языку, ни разу не побывав, к сожалению, в Великобритании. Для этого у нас и бесплатные интернет-ресурсы есть, о которых мы с вами поговорим сегодня тоже. Но все равно, даже часто бывая, все равно не будешь так хорошо знать изнутри эту культуру, как ее знают, например, люди, которые там прожили по нескольку лет. Я, например, в США провел свое время год в университете, уже имея ученую степень в России, кандидат наук и так далее. Поэтому я какие-то вещи знаю неплохо, и все равно, например, есть многие вещи, которые меня бы могли бы поставить в тупик и так далее. Сразу спрашивают, какой ОМК лучше готовить? Спрашивает Любовь Палагина. Вы знаете, коллеги, я бы сказал так, готовят учитель, а в ОМК заложено средства. Есть хорошие ОМК. Я не могу говорить про ОМК других издательств, поскольку я с ними не работал, не знаю изнутри, но средства для подготовки к ЕГЭ хорошие, заложены и в учебниках happyenglish.ru, и в учебниках курса enjoyenglish, и специальные приложения есть в учебниках new learning english и так далее. Так что поговорим про это, но это отдельная тема. Мы говорили про подготовку к ЕГЭ, есть презентации, есть вебинары, посмотрите. Просто это очень большая тема, ее сейчас сильно не охватить, а мы тогда отвлечемся. Вот спрашивают у нас в Милле, будет ли он разрешен и дальше. Коллеги, мы очень надеемся, что эти учебники войдут в федеральный перечень, в новый, который готовится. Мы над этим работаем, очень стараемся и очень хотим этого добиться. Мы поговорим с вами об этом. Итак, как же все-таки научить английскому для реального общения? Английский для реального общения часто в методике называют survival English. Это минимально необходимый язык для общения в повседневных ситуациях в стране изучаемого языка. В школьном курсе что нам может помочь? Это включение survival English в социокультурных реалий стран изучаемых языковой МК, это отработка типичных ситуаций общения на занятиях, осознание школьниками, важность survival English, потому что дети очень часто не понимают, что для них это важно. В дополнительном курсе английского языка основной упор в содержании такого курса опять же должен делаться на язык для повседневного общения, и курс весь строится в таком случае на типичных ситуациях общения, отработка идет в диалогах и ролевых играх, и информация дается обязательно культурных, особенно со стороны изучаемого языка. Вроде бы вещи довольно очевидны, но посмотрите, те учебники, по каким вы работаете. Давайте не будем сейчас сравнить разные УМК, но просто для себя посмотрите, и напишите мне, либо да, либо нет в чате. Вот скажите, пожалуйста, учебники, по которым вы работаете, они с вашей точки зрения достаточно дают возможности для подготовки к реальному бытовому общению? Не называя, но чтобы не... Вот большинство пишут нет, кто-то пишет да, и это очень хорошо, что да. А вот давайте теперь посмотрим на примере УМК, правда же? Кто-то пишет достаточно, но минимум. Вот давайте мы посмотрим на примеры. Средств обучения и примеров обучения. Действительно, когда идет грамматика, кто-то пишет дополнительно, беру грамматику Голицынского, но Голицынский это не для реального общения, это просто языковую компетенцию формировать, правда же? Итак, мы будем смотреть на примеры из курса happyenglish.ru для 2-11 классов. Это авторы Клары Саквен-Кауфман, Мариан Юрьевна Кауфман. Мы будем смотреть на примеры из электронного учебника на всех трех вебинарах июльских. Из электронного учебника English for Adults автора Рисса Фетровича Миллер и Светлана Валентиновна Лугунова. Мы посмотрим с вами на бесплатные интернет-ресурсы, а на каждом вебинаре будут давать ссылки на большое количество бесплатных ресурсов, но именно в тему конкретного вебинара. Вот примеры того, как мы готовим детей потихонечку к общению. Итак, сегодня мы говорим про то, как сфокусировать внимание детей на реальном общении, как заложить словарный запас, необходимый, но не избыточный, не перегружать детей, как дать необходимую грамматику, и смотрим на примеры, правда же? Вот посмотрите, пример из happyenglish.ru для 4-го класса. У нас есть там персонаж, фея Моргана, которая в 3-м классе была злой, а в 4-м подобрела и стала школьной учительницей, то есть добрая фея. И это хорошо. Но посмотрите, вот мы потихонечку приучаем детей задумываться о путешествиях. Пока дети еще в начальной школе, конечно, сами особо не задумываются, даже если они куда-то ездят, неважно по родной или стране, или кому-то доводится выезжать за границу, их собирают родители и помогают им, правда? Но мы учим детей думать о таких вещах. Посмотрите, Моргана собирается обсудить с своими учениками что-то важное. Прочитай новые слова и повтори их за Морганы. Как ты думаешь, о чем пойдет речь? И смотрите, какие выражения То есть дети догадываются, и здесь действительно и страноведческие аспекты есть, правда? Мы детям говорим, что метро в Америке называется Subway, в Англии это The Tube, а в России это Metro, правда же? То есть один и тот же предмет, один и тот же вид транспорт называется разным. И цели полагания здесь есть, то есть мы стимулируем детей, они уже смотрят на то, что у них получается, учатся думать, зачем они изучают, и посмотрите, как удобно получается. Мы уже дали новые фразы, но фразы выбраны так, что они не перегружают детей, потому что у нас здесь с вами to take photos, понятно, о чем идет речь, да? To stay in the hotel, дети тоже догадаются, to pack, слово похоже на русское, а затем to go on, to go by, то есть набор не сильно большой лексики, но зато понятный. Вот у нас коллега пишет, в каждом УМК темы повторяются с различными вариантами. Верно, потому что есть примерная программа, которая требует эти темы, но все как раз зависит от того, как эти темы преподнести, насколько это удобно, понятно и так далее. Вот мы с вами анализируем. Учебник для пятого класса. Я взял буквально тему путешествий и хочу вам показать на примере того, как она развивается. В начальной школе мы заложили основы лексики, немножечко, а потом мы продолжаем эту лексику конкретизировать. Посмотрите, учебник happyenglish.ru для пятого класса. Read the email and answer the questions. Прочитайте электронные сообщения и ответьте на вопросы. What has Rob got? What's his flight number? What is the name of the company? Электронное сообщение очень простое. Dear Misha, I've got a ticket and a visa to Russia. Please meet me at the airport. My flight number is BA-345. It's British Airways. I will be in Russia at 11.20 local time. Thank you, Robin McQuizet. И мы с вами смотрим опять же и на то, что такое flight number, правда же, и смотрим на название авиакомпании и ticket и visa. Получается, коллег, для тех, у кого не умещается на экран, так лучше стало. Я забыл просто уменьшить, прошу прощения. То есть, простой вариант и понятный. Продолжаем. Пятый класс. Опять же, посмотрите, у нас снова вводится вокабуляр. Как я обещал, я вам покажу на примере развития одной и той же темы на всем протяжении обучения. Как она настраивается, растет. Вы сами знаете, как важно с детьми периодически возвращаться к пройденным уже темам. Если не возвращаться, то, к сожалению, забывается, и на экзамен приходит ребенок, который вроде бы все учил, но то, что он учил в прошлом году, он уже не очень помнит. То, что учил в позапрошлом году, он почти не помнит. У детей есть такие проблемы, особенно если они не очень интересуются на английском. Вот видите, кому-то мелко. Я снова увеличу, а потом буду уменьшать. Хорошо? В любом случае, вы сможете скачать эту презентацию и посмотреть все. Итак, посмотрите, какие выражения. Мы говорим про аэропорт. И посмотрите, у нас какие варианты. Я не все читаю, я пропускаю какие-то моменты. И прочие моменты. И посмотрите, что у нас получается. Мы начинаем объяснять детям эту лексику. Это первое упражнение ввели. А затем, я здесь еще сейчас крупнее сделаю, потом уменьшу. Посмотрите, у нас есть ситуация. Наши герои в аэропорту. И посмотрите, у нас какое задание. What must passengers do at the airport? Мы одновременный модальный глагол проходим, но в то же время мы говорим об обязанностях пассажиров, о том, что они делают, и о том, каким образом в аэропорту можно сориентироваться. Мы здесь учимся проходить контроль и встречать гостей. Снова уменьшаю. Пойдемте дальше. Мы не будем подробно читать большинство текстов, потому что они очень объемные. Детям удобно, потому что там работа идет поэтапно. Но мы с вами сейчас не можем позволить время тратить на это все. Затем посмотрите. Продолжаем эту тему. Мы прочитали текст и отвечаем на вопросы. How many hours before his flight must Robin be at the airport? How can Rob find a check-in desk for his flight? What must Rob do at the check-in desk? Where must Rob show his passport? What must Rob have in his hand luggage? То есть, вроде бы мы работаем с лексикой, но мы учим детей совершенно прагматическим, практическим вещам. Как пройти контроль, чего нельзя, проносить в ручной кладе и прочее. Может быть, дети еще много лет на самолете не полетят, но они будут к этому готовы. Поверьте, коллеги, очень часто в аэропортах сталкиваешься с ситуацией, когда взрослые люди, им говорят, все металлическое из карманов вынуть, проходя предполетного досмотра, все металлическое вынуть, одежду снять, они идут через рамку, начинают звенеть, им говорят, а почему вы ремень не сняли? Они говорят, а что, разве тоже нужно? Они говорят, ну пряжка же металлическая, и они искренне удивляются, хотя все это слышали. Получается, у нас пятиклассники, лучше многие взрослые знают уже эту ситуацию, правда же? И вот здесь у нас, посмотрите, как отрабатывается, увеличу специально побольше, сделаю, потом уменьшу. Задание следующее, оно уже интерактивное, коммуникативное получается. You've got a job at the information desk of the airport. Help these people. What might they do? И у нас дается образец. There is a long queue in my check-in desk. И человеку объясняют, что ничем помочь не могут. You must join the queue. И посмотрите, какие проблемы, какие они сдают. Must I show my passport at the check-in desk? I've got my boarding card. What must I do now? И так далее. То есть, это действительно вопросы, которые готовят детей к реальной поездке в настоящей жизни с помощью английского языка. И совершенно не потеряются дети в такой ситуации, в реальном аэропорту. Но сейчас мы пока про пятый класс говорим. А пойдемте-ка дальше посмотрим. Тут же у нас следующие уроки Find a way at the airport. Мы учимся понимать знаки, всячески, потому что это тоже бывает не всегда просто. После того, как мы поняли знаки, посмотрите, мы учимся понимать объявления. Упражнение номер шесть. В аэропорту звучит большое количество объявлений. Послушайте оба объявления и ответьте, в каком из них говорится о погоде, о рейсе в Россию, о том, что нельзя оставлять багаж без присмотра. И тут же для детей поясняют. То есть, детям объясняют стратегически, как работать с такими объявлениями. Ведь мы тоже не все понимаем. Даже на родном языке иногда говорят так, что не все можно понять. Помните эту шутку в КВН, когда говорят, что объявление в аэропорту девушка, улетающая в Казы-Мурды, девушка, улетающая в Казы-Мурды, одумайтесь. И так далее. Шутка не самая умная, но тем не менее пародирует неплохо ситуации в аэропорту. Это действительно аудирование, это действительно примеры того формата, который и в ОГЭ, в девятом классе, и в ЕГЭ, и в международных тестах встречается. Но посмотрите, как детям объясняют сразу же. Вам предстоит прослушать сообщения с большим количеством незнакомых слов. Не пытайтесь понять их все. Ваша цель – услышать ключевые слова, которые помогут вам догадаться о темах сообщения. Детей с пятого класса потихонечку уже, и это не первое задание подобного рода, уже, но совершенно осознанно готовят и к итоговой аттестации, и к реальной жизни. Правда же? Пойдемте дальше. Еще пример. Find the odd one out. Найдите лишнее слово. И здесь мы смотрим на лексическую сочетаемость опять же в совершенно реальных фразах. Например, You can catch a plane, a taxi, but not a queue. И варианты опять задания. You can carry security control, your baggage, liquids. Понятно, что здесь security control лишний, да? You can join a queue, a group of people, the information board. И так далее. You can miss your flight, your bus, passengers. You can live behind your baggage, your ticket, your plane. Действительно, такие упражнения и логическое мышление развивают, правда же? И так далее. Я, кстати, сразу прокомментирую, кто-то пишет, например, работаю по Кауфману, но многое добавляю из других источников. Это естественно, потому что в любой ситуации у нас разные классы, разные потребности, разные дети. Кому-то информации хватает, кому-то надо добавить. Кого-то устраивает такое преподнесение материала, а кому-то нужно немножко по-другому. Но самое главное, чтобы в ОМК были заложены возможности, которыми мы можем пользоваться, потому что если нет возможности, да, это пятый класс, Ирина спрашивает, это пятый класс, это пятый класс, четвертый год обучения. Мы продолжаем в аэропорту говорить, правда? В аэропорте говорить. Посмотрите, у нас есть вот такая игра, Agent Cue is on his way, у нас есть тайный агент, у нас есть bot game на развороте, когда мы бросаем кубик и переходим, но посмотрите, у нас есть вопросы, опять же увеличу сильно, потом уменьшу, не пугайтесь, у меня тоже разъехалось, за весь экран. Посмотрите, у нас разные приключения агента, у него проблемы, и, например, вот такие вещи, he is at passport control, give him instructions, то есть дети объясняют, что надо делать, то есть материал еще раз повторяется, но уже в игровой форме, и мы учимся помогать. А теперь представьте ситуацию, родители берут ребенка в полет, кто лучше будет в аэропорту ориентироваться, родители или ребенок? Я думаю, что вполне возможно, все от опыта родителей зависит, но вполне возможно, что и ребенок будет лучше ориентироваться, правда же? Пойдемте дальше. Примеры из шестого класса. Вторая тема, которая тоже относится к путешествиям, а потом я покажу, как они органично сливаются в одну. Go down the street называется. Здесь мы учимся находить дорогу, спрашивать ее у полицейских и так далее, ориентироваться по карте, по схеме. Тут у нас игра, есть карта Лондона, и мы смотрим, как что найти и маршрут проложить, то есть довольно очевидные вещи, правда? У нас идет отработка, снова увеличу, отработка в диалогах, и посмотрите, на вокзале учимся спрашивать, как дойти куда-то и так далее, а потом мы пришли через несколько лет в девятый класс, и посмотрите, пожалуйста, мы говорим про Америку, и опять же мы еще раз говорим, у нас рубрика American Focus, мы говорим о том, как найти дорогу в США, а вы знаете, на самом деле не такое простое дело, сами англичане, иногда американцы смеются над этим, британский писатель Терри Пратчетт когда-то хорошо сказал, I've been to New York, all the streets there are called walk and don't walk, walk and don't walk, это то, что на светофорах написано, правда? Потому что все пронумеровано, более того, в начале 2000-х годов, по-моему, в 2001-м или 2002-м году, большинство улиц в Америке переименовали, например, жители Бостона очень огорчаются, старинный город, один из самых старых в США, много было красивых названий, там Кленовая улица, Мэйпл-стрит и так далее, их все переименовали, цифрами стали называть, и проселочные сельские дороги тоже стали называть улицами, теперь, например, одна из улиц, которая идет по всем США с запада на восток, называется Линкольн-Вэй, если она через город проходит, она в городе тоже называется Линкольн-Вэй, правда там номера домов, номерация все равно в каждом городе своя, но на самом деле таких дорог очень мало, они все называются 10-я улица, 20-я, 30-я и так далее, причем город делится посередине в США Мэйн-стрит, и затем от нее первая северная улица 1st-north-стрит, первая южная улица 1st-south-стрит, и плюс еще бывает и восточная, первая 1st-east, 1st-west и так далее, поэтому в городе может быть до 4-х первых улиц, это не в каждом городе, это уж совсем абсурдная ситуация, но бывают и такие ситуации, поэтому, когда вам надо найти улицу, необходимо уточнять, это первая какая, западная, восточная, северная улица, на самом деле, это очень удобно, потому что вы знаете, что каждые 10 улиц, это 1 миля, и когда вы за рулем, а американцы большинство времени проводят за рулем, передвигаясь по стране, все-таки, вы знаете, если вы с 10-й на 20-ю улицу едете, вам ровно милю надо проехать, очень удобно ориентироваться, то есть, вот такие вот моменты любопытные, и здесь как раз детей учат не потеряться в США, потому что, как я говорил, даже британцы иногда теряются и путаются, для них это непривычная система, хотя, когда поймешь логику, она становится очень логичной, и затем мы тренируемся, у нас герои путешествуют по Манхэттену, и мы учимся их дорогу прокладывать здесь тоже, на первый взгляд, не так просто, но зато, когда вы этот принцип уловили, вы очень легко сориентируетесь, и это гораздо легче получается, чем во многих американских городах бывает, а теперь пример десятого класса, как эти идеи, обе две темы, посмотрите, мы говорили про то, как найти дорогу, в шестом классе говорили, я седьмого не стал вам из восьмого примера показывать, там тоже к этой возвращаемся, как купить билет, как воспользоваться транспортом, а в десятом классе у нас сливаются воедино эти две темы, посмотрите, как они работают, find your way at the airport, и задание, мы снова смотрим на вокабуляр, добавляем, an aisle, a pocket, to be a pain in the neck, вот он, разговорно-диоматическое выражение, to get rid of something, затем, у нас идет вот такое, я уберу сейчас первую картинку, чтобы она не мешалась, посмотрите, у нас идет аудирование, и вы увидите, опять же, что это не только формат, итоговая тестация, но это то, с чем дети уже сталкивались и знают, с пятого класса, и не зря вам показывал упражнения, listen to the conversations, and select a title for each one, there is one extra title, which you should not use, what are the Russian equivalents for these titles, add a check and desk, add a security desk, an electronic ticket, baggage and souvenirs, затем, guessing meaning from context, мы продолжаем развивать у детей языковую догадку, и умение вывести значение слова из контекста, read the conversations below, and match the English words and expressions with the Russian equivalents, дети смотрят на эти слова, у нас были уже эти фразы, a trolley, была у нас, правда, тележка вот этого аэропорта, у которой бывает, но она была несколько лет назад, поэтому не пугайтесь, что фраз много, у нас многое здесь повторяется снова, а потом, ведь не каждый ребенок по этому курсу, не всем повезло, не все они учились со 2 по 10 класс дошли, правда, кто-то с другого учебника переходит, и так далее, и прочее, вот, например, я посмотрю на комментарии, вот кто-то пишет, это я помню еще по советской школе в Старкове, да, кто-то пишет, видимо, я что-то упустила из школьно-университетского курса, да и в самой Америке такого не слышала, а если вы про улицы, про проименование, а посмотрите в интернете, не верьте никому на слово, проверьте, это всегда очень важно, я когда учился водить в США, и на права сдавал, мне как раз объясняли про разницу в мире, и так далее, очень удобно на самом деле, а коллега пишет, к сожалению, наши дети плохо ориентируются по карте, работая с американцами, убедилась, что они в незнакомом городе могут по карте найти все, что им нужно, сейчас много уделяю внимания, но не на уроки, а дополнительно, вы знаете, если вы зайдете в класс в американской школе, особенно в начальной школе, то там вы увидите, что у них на стенах написано обозначение сторон света, север, восток, юг и так далее, то есть детей это все окружает постоянно, даже в дорогих телефонах, например, в том же айфоне есть компас, почему? Американский телефон, в американском городе очень важно понять, где здесь север, где здесь юг, для того, чтобы правильно сориентироваться, если вам британец дает указание, как найти что-то, какое-то место, он говорит, езжайте там, поверните налево, проедете два квартала, свернете направо, американец так не скажет обычно, они вам будут давать по-другому указания, drive north, там, drive to blocks north, then turn to north east, и прочие моменты, сколько проехать, то есть, там по-другому работают, и действительно, детей учат, и вот опять комментарии хорошие, правильно, очень хорошо, сочетается изученный материал, с новой лексикой, когда дети готовы воспринимать новую лексику, они понимают, о чем идет речь, и в то же время, для них довольно очевидно, и поэтому, поскольку слов знакомых много, мы их учим параллельно смотреть, каким мыслительным операциям, необходимым совершенно для языка, как значение вывести из контекста, правда же, еще раз тренируемся, готовим к формату итоговой аттестации, хотя для нашего с вами темы вебинара, это не самый важный момент, просто его трудно обойти, потому что это в жизни требуется, правда же, и вот посмотрите, у нас большое, целая серия диалогов, они сами по себе поделились, не такие большие для десятиклассников, наши герои оказались в аэропорту Хитрау, и им надо найти дорогу, зарегистрироваться, и мы здесь глазами героев, погружаясь в эту среду, в эту ситуацию, как раз учим, изучаем, учимся находить дорогу в аэропорту, и прочее, верну чуть-чуть, мы продолжаем говорить, опять же, вы когда презентацию скачаете, можете более детально посмотреть, не будем сейчас время тратить, правда же, еще раз мы смотрим на знаки, с которым можно в аэропорту столкнуться, но здесь мы смотрим уже на разницу между Великобританией и США, потому что где-то лагач, где-то багач, да, даже вот, то, как по-английски называется, конвейер, на котором багаж выдается в аэропорту, кто вспомнит, каким словом он называется, вот таленты бегущие, на которые выезжают чемоданы, подскажу, belt, то есть очень просто с этим все, но опять, для того, чтобы понять, а это слово нужно знать, потому что, когда вы смотрите на табло, какой рейс, надо понять, что belt 5, или belt 12, или belt 68, и так далее, опять же, вроде простое слово, а оно нужно, и вот эти вот знаки, тоже нужно понимать, и что автобус между терминалами аэропорта, это не бас, а шаттл, потому что дети будут искать вывеску бас, а бас, это другой, это автобус в город, тоже, казалось бы, вроде бы пустяк, а вот эти языковые моменты, очень важны, и хорошо, когда они в учебнике даются системно, правда же, и вот именно так, через диалоги, дети и ориентируются, и посмотрите, я опять сейчас увеличу, at the information desk, at the cafe, что тоже требуется в аэропорту, at the check-in desk, at the security desk, мы говорили про эти вещи, уже и в пятом классе говорили, и в шестом мы возвращались к этой теме, но сейчас мы снова говорим про это, на более высоком уровне, в десятом классе, потому что для детей, это уже гораздо более актуально, шанс, что десятиклассник, скоро, в обозримом будущем, куда-то поедет, хотя бы в другой город учиться, гораздо выше, чем шанс на то, что пятиклассник куда-то отправится, правда, то есть для детей тема актуальнее становится, и посмотрите, к чему мы приходим, как мы в итоге проверяем готовность детей к реальной коммуникации, у нас есть проект, at the international airport, и дается такая ситуация, когда кто-то из друзей летит в Стамбул, и нам надо сориентироваться в аэропорту, и все это сделать, мы говорим про эту ситуацию в аэропорту, а затем у нас идет проект, make a presentation of your project, вот то самое задание дома, которое давалось и объяснялось, затем дети презентуют этот проект, где они еще раз показывают и рассказывают, как в аэропорту сориентироваться, что необходимо делать и прочее, то есть очень четкая практическая направленность языка и подготовка именно к реальному общению с помощью этого языка, правда же? я верну еще немножечко, это только один из примеров, я вам показал, как одна и та же тема развивается, и в течение многих лет мы к ней возвращаемся на более высоком уровне, расширяем, углубляем, но опять же посмотрите, она не чрезмерна, авторы здесь поступают очень логично, на мой взгляд, они делают так, что вы используете ровно ту лексику и грамматику, которая вам потребуется в жизни, то есть дети не читают произведения, например, там, Джером Кейджером о том, как они путешествовали по Германии на велосипеде, дети читают современные вещи, это диалоги, которые написаны авторами на основе их личного опыта, изучения источников и так далее, вот Татьяна Геннадьевна Митюгина комментирует, что в этом же учебнике дальше говорится о том, как снять деньги с банкомата, как позвонить, то есть ситуации именно такие, с которыми вы и столкнетесь в реальность, в реальной ситуации, правда же? То есть действительно, диалоги актуальны, они нужны для реальной жизни, и это не значит, что в учебнике нет других тем, мы говорим и про информацию, и про историю очень много, и про культуру, и прочие моменты, но про это я буду говорить на следующем вебинаре, показывать примеры того, что опять же нам нужно знать в реальной поездке, но тем не менее, именно ситуация в учебнике готовит детей к осознанному владению языком и показывает им, где, когда и что делать, но это дети, а как нам быть, если на репетиторство к нам пришли ученики, более-менее взрослые, правда же? Например, взрослые, которые приходят и говорят, вы знаете, у меня сейчас тур поездки, стали командировки, а вот языком не владею, чувствую себя неудобно, за пределы отеля выходить боюсь, что делать? Тоже можно научить. Давайте посмотрим, например, такого обучения, как по-другому можно, ведь взрослые и психологически другие, мотивация у них другая, как можно взрослых обучать? Здесь нам может помочь электронный учебник английский для взрослых, English for adults. Его автор, как я уже говорил, доктор педагогических наук, профессор Дислав Петрович Мидруд и кандидат педагогических наук, доцент Светлана Валентиновна Лугунова. Этот учебник как раз и предназначен для взрослых, которые изучают английский язык с нуля, или после долгого перерыва, например, в школе учили, но все забыли, и создан с учетом психологических особенностей взрослых учащихся. Учебник, помимо того, что он закладывает основу владения языком, позволяет подготовить учащихся к поездкам за границу и к овладению повседневным общением, основам общения не только в поездке, но и на рабочем месте. А сейчас есть совместные предприятия, и тоже требуются такие вещи знать. Это интересная вещь. Это учебник электронный. По ссылке вы можете на него пройти, я дам еще вам ссылку. Я думаю, что кто-то из коллег, кто пользуется сайтом englishteachers.ru, может показать вам его, уменьшить чуть-чуть информацию. Но сейчас у нас снова будут примеры. Вот кто-то пишет, я пользуюсь. Елена Закировна, Елена Закировна, вы пользуетесь учебником этим, вы имеете в виду, или вы пользуетесь интернет-магазином? А, сайтом. Вот там в интернет-магазине на englishteachers.ru этот учебник можно приобрести. Он продается с электронной доставкой, он стоит, по-моему, 490 рублей или 95, вы оплачиваете деньги, тут же скачиваете файл с кодом активации, и он у вас работает. Но давайте-ка мы внутрь заглянем этого учебника, для того, чтобы понять, о чем идет речь. Посмотрите, самые первые этапы, я все-таки опять увеличу слайд, потом уменьшим. Только-только вводный курс мы с вами с учениками проходим. Мы более-менее научились читать по-английски, с правильным произношением. И посмотрите, задание уже идет следующее, прочитайте надпись на следующих вывесках и скажите, где можно увидеть такой текст, на улице, на здании, в здании внутри, на шоссе, на двери. И получаются довольно простые вещи. Oxford Street, Bed and Breakfast, B&B. Вот B&B не сразу могут понять. Victoria Station, Hotel, Supermarket, Cakes, Meat, Cambridge, Office. Простые слова, абсолютно простые. Для взрослых они понятны, вот кроме Meat, которое они узнали раньше, и так далее. Но они уже начинают, то есть посмотрите, уже сам лексический материал учебника построен на том, что требуется для реальной жизни, опять же. Вот пример такого задания, но уже в основном курсе учебника, не во вводном. Посмотрите, мы все еще повторяем, изучаем правила чтения, например, вот так. Вспомните, какие слова со следующим буквосочетанием вы уже знаете. Мы смотрим на буквосочетание, а затем упражнение на чтение, но оно опять завязано на реальное общение. Посмотрите, прочитайте следующие надписи и скажите, где их можно увидеть. Tea and coffee, I love you. Give up the seat to mothers and babies. Gin and tonic. Gym. Cold lemonade. Fresh sandwiches. Post office. Cotton mash. Baby care. Beef steak. Hair stylist. Ice cream and mineral water. Happy birthday. Airport. Fried trout. Fish and chips. A hot mug. Boat station. Ladies, gents. Довольно важные вещи и удобно получается. Правда? То есть материал для чтения он опять строится на реальных вещах, которые потребуются. И не все так просто. С happy birthday справиться, да? А cotton mash, вряд ли, не зная этих слов, найдут. А дело нужное, потому что вы пришли в fish and chip shop или в кафе. И это нужно понять, что вам собираются подать. И подадут или нет. А a hot mug, что это такое? Опять же, не каждый сориентируется. А туалеты, ladies and gents, тоже нужно знать. Потому что бытовой момент, который может всегда пригодиться. И так далее. Диалоги. Тоже строится таким образом. Диалоги записаны на аудио. Можно кликнуть, послушать. Я уж не стал сегодня включать, чтобы не занимать слишком много времени. Но тем не менее, посмотрите. Диалоги самые-самые простые. Но тем не менее, они опять же довольно жизненные. Например, I need a toilet. I see a toilet there. Where? Go straight and turn right. То есть, лексики пока очень мало, но она выбрана таким образом, на этом этапе еще. Но она выбрана таким образом, чтобы взрослые ученики тут же, в конце урока, научились решать практические задания. Или, например, пожаловаться можно. I don't like my weight. You eat much fat. Это нормальная структура, когда вопрос не грамматикой выделяется, а интенсионно. Например, more coffee. Можете спросить официанта в кафе или человек за столом. You like it. Тоже нормально. А в разговорном английском I eat much bread. Don't eat much bread and fat. Простые вещи на правила чтения, но, тем не менее, эти диалоги уже примерно то, что мы можем в жизни сказать и услышать. Дальше. Опять же, увеличиваю. Работаем с фонетикой. Посмотрели на произношение, на правила чтения, послушали. Затем у нас идет рифмовка. И после того, как мы с этой рифмовкой поговорили, я вместо темы поездок, которая здесь тоже есть, я для вас другую тему решил выбрать шоппинг. Посмотреть, как эта тема разрабатывается. Посмотрели, поучились читать, например, shopping tour, money, sunny, honey, тут же chocolate, photo, и прочие вещи. Затем рифмовка идет. Например, what a fashionable cap. How I'd like to buy one. Very stylish. What a strap. Не очень вижу хорошо, нужно было бы распечатать. И так далее. Как пишут коллеги, многие задания можно и в школе принять. Можно, но я бы все-таки брал бы для старших классов, потому что там темп довольно высокий, который уже для сформированной личности требуется. И так далее. Поговорили про шоппинг. Затем, посмотрите, мы продолжаем эту работу. После этой рифмовки у нас идет упражнение с грамматикой, и после этого идут упражнения на словарный запас. Посмотрите, как они выглядят. Я снова уменьшу. У нас поговорили снова про покупку одежды, и тут же у нас пошла беседа. Все отрабатывается в микродиалогах, когда говорят, как спросить, например, сколько стоит, например, и так далее. Я уменьшу. Если вы презентацию скачаете, потом будет удобнее. К сожалению, трудно было уместить страницу, но можно в самом учебнике посмотреть. Еще у нас примеры. Поработали со словарным запасом. Опять же, вот они эти покупки в магазинах здесь получше должно быть видно сейчас. Скажите, так лучше видно или все равно расплывается? Наверное, расплывается. Но, тем не менее, посмотрите, это действительно удобно для репетиторства. Взрослые хотят быстрых результатов. Они хотят, чтобы в конце каждого урока они уже знали, что они научились делать с помощью английского языка и что они могут делать. И вот правильно коллега пишет, опять же, такие задания помогают преодолеть психологическую боязнь перед говорением. Ведь действительно, на самом деле, совсем не требуется знать много слов. Я иногда на своих семинарах рассказываю вот этот анекдот. Вот как можно справиться с ситуацией. Это компенсаторное умение, когда не знаешь, как сказать что-то. Помните ту историю, когда молодая семейная пара впервые в жизни поехала за границу, приехала в отель, ну, все хорошо, но только в номере мышь бегает. И жена муж говорит, быстро, звони администратору, пусть они эту мышь уберут. Муж, как всегда, многие мужчины так делают, у меня такие знакомые есть, я и сам иногда таким бываю, честно, сознаюсь. Он говорит, а что я-то буду звонить, сама звони. Она говорит, ты английский в школе учил, вот ты звони как хочешь. Он звонит администратору, администратор ему отвечает на приличном английском. Hello, this is the reception, how can I help you? Муж ему, не стесняясь, говорит с русским акцентом. Hello, do you know Tom and Jerry? Администратор удивленно. Oh, yes, of course. Jerry is here. И все. Ситуация, в общем, довольно понятная. Тоже помогает решать проблему языкового барьера. И посмотрите, после того, как мы поговорили про шопинг, мы ввели лексику, мы ее отработали в микродиалогах, мы ее научились читать правильно, я пропустил секцию грамматики, не показывал вам. Мы в грамматических упражнениях поработали. У меня спрашивают, на сколько часов примерно рассчитан этот учебник? 140 часов учебного материала плюс примерно 20 резервных часов. Но поскольку здесь очень много еще языковых игр, электронных, интерактивных, здесь много интерактивных упражнений, то можно и побольше заниматься. Есть кроссворды, либо давать эти упражнения на дом. И посмотрите, после того, как мы отработали эти вещи, мы почитали про проблемы, которые могут быть в магазинах. С проблемой тоже надо быть знакомы, и pickpockets могут быть, и так далее. И после этого, после того, как мы поговорили, у нас появляются задания творческие. Мы послушали объявления в магазинах и предупреждения, чего в магазинах не надо делать, опасаться, чтобы вас не ограбили. У нас появилось задание на speaking. Я сейчас увеличу это задание. Видите, так покрупнее получается. Тоже не очень хорошо, наверное, но хотя бы можно прочитать. Посмотрите, о чем уже взрослые учатся говорить. compare buying things in the shops and on the internet. Which do you prefer? In the shops. И дается стратегия, опять же. Visit the shop, travel to the shop, spend time in the shop, look at things to buy, try things, on, pay in cash. Даются опоры. Да? On the internet. Buy from home, pay by card, save money, choose from pictures, can't try on, deliver takes time. То есть даются речевые опоры, а взрослые уже могут обсуждать и говорить о своем опыте. Я поэтому и сказал, что многие упражнения прекрасно работают со старшеклассниками, но все-таки здесь во многом на жизненный опыт взрослых рассчитано. Дети могут, конечно, 10-11 класс представить, кто-то ей через интернет покупки делает, но не так много. Поэтому какие-то упражнения придется объяснять. Правда же? Словарь есть, спрашивает Ирина Зубрева? Есть словарь. Словарь электронный, озвученный весь, там почти 3000 слов. Они все озвучены. Ольга Ничарова спрашивает, только россияне могут приобрести этот учебник? Нет. Учебник в электронном виде, вы просто, когда будете его покупать, вы отметьте, что вам не нужны документы отчетные, чтобы вам не высылали. Если вы отмечаете, что там отчетные документы не нужны, то вы просто получаете файл и все. Потому что отчетные документы у нас не высылаются обычно за границу. И посмотрите затем задание на райтинг финальное. write an email to your friend and describe the things you have bought. Опоры даются. What have you bought lately? How much did it cost? How did you buy it? How will you use it? Would you recommend your friend to buy one? То есть вещи на самом деле довольно простые, они понятные для взрослых, но это те самые ситуации, с которыми мы столкнемся в повседневной жизни. Довольно удобная вещь. Я еще раз хочу сказать, подчеркнуть, это учебник большой. Он рассчитан на 160 часов с резервными занятиями. Можно больше работать, потому что там есть много материалов дополнительных, электронных, интерактивных. Что хорошо в этом учебнике, я помню, коллеги, что для многих крупно этот слайд выглядит, я его уменьшу. Чем этот учебник удобен? Он очень четко ориентирован на практику. Там нет никаких лишних рассуждений, которые не нужны были бы взрослым. То есть там, например, говорится, если про медицину, то поговорили, как бороться со стрессом, что такое альтернативная медицина и как ее применять, и как вообще нам не заболеть, теоретически. А в бумажном в продаже его нет, потому что он получался очень большой, он просто дорого стоил бы. Мы решили, что пока мы его не будем на бумаге выпускать, но если будут заказы, то мы готовы рассмотреть эти моменты. На каком уровне учащиеся будут владеть языком после окончания курса? Ориентировочно дойдут до pre-intermediate. Сколько еще по времени будет идти вебинар? Мы уже заканчиваем. Еще буквально минут 5-7. В какой степени изучается грамматика? В каждом уроке есть раздел грамматики, есть интерактивный грамматический справочник. Грамматика дается довольно широко, но опять же, там выбираются ровно те примеры, которые можно в реальной жизни использовать и требуются постоянно. То есть, да, его можно как дополнительный учебник использовать, его можно на репетиторстве использовать. Его используют, его апробировали, когда его использовали для обучения, например, магистрантов английскому языку, его использовали в ВУЗе, его использовали как английский в качестве второго иностранного языка. То есть очень здесь удобно. Вот Татьяна Геннадьевна говорит, электронный можно распечатывать при необходимости. Но здесь таким образом, если вы делаете скриншот. Какой начальный уровень учащихся требуется? Либо с нуля вообще, либо то, что называется false beginners. Для таких предназначен вводно-коррективный курс. Когда мы изучаем правила чтения, повторяем их, учимся читать, основы грамматики закладываются. Если у вас ученики уже на уровне elementary, то тогда можно без вводно-коррективного курса обойтись, либо его дать в усеченном виде, ровно для того, чтобы скорректировать произношение учеников. Хотя, вы знаете, честно вам скажу, вот 7 лет преподавал на иньязе. У меня всегда был, каждый год я был среди всего прочего, кроме лингвистической дисциплины, был куратором группы на первом курсе. Из какой бы школы ни пришли ученики, из гимназии, из лицея, из сельской школы, абсолютно схожие проблемы, когда нужно было повторять правила чтения, нужно было грамматику чистить, без вводно-коррективного курса обходиться не удавалось. Вот кто-то пишет, вывожу на электронную доску в классе. Очень удобно. Есть экран, прекрасно можно выводить. Вполне можно с этим работать. По СанПИН не более чем 10-15 минут непрерывно работать. Подчеркну, если вы откроете СанПИН, с электронными средствами обучения не более 10-15 минут непрерывной работы. Но что такое непрерывная? Вывели, поработали 10-15 минут. В старших классах на самом деле больше, поскольку учебник достаточно 10-15 минут, это начальная школа. Старший класс там до получаса. Я, честно говоря, не представляю, как можно полчаса работать с обучающей программой или с интернет-сайтом непрерывно на уроке. Вряд ли такое возможно. Поработали, перешли к упражнениям на говорение, выключили монитор, либо след ноутбук закрыли, поговорили, затем открыли, дальше пошли работать. И так далее. Для подготовки ЕГЭ подойдет учебник. Вы знаете, задание формата ЕГЭ там есть. Он скорее подойдет, если ученик слабый, и нужно ему вспомнить грамматику, то есть как быстрый такой remedial course. Но все равно он рассчитан не на ЕГЭ, он все-таки для взрослых писался. Поэтому что-то будет полезно, большое количество аудирования и так далее. Но я бы для ЕГЭ все равно советовал бы комбинировать пособия различные и так далее. Итак, вот такие примеры в учебнике. Вот задание на speaking. И, наконец, про интернет-ресурсы. В интернете очень много бесплатных материалов. Вот посмотрите, что я сделал. Например, у нас на сайте englishstitches.ru ко всем учебникам, которые издательство титул издает, подобраны поурочные каталоги бесплатных интернет-ресурсов. Например, мы с вами говорили про аэропорты. Вот это вот пример из бесплатных интернет-ресурсов, из каталога к учебнику happyenglish.ru для 10 класса. Посмотрите, уроки называют «SFind your way at the airport». Что можно взять? То есть вам не надо сидеть и каждому уроку подбирать. За вас это сделано. Посмотрите, есть статьи, например, «Encyclopedia and to about the airport, its structure and services, the biggest and busiest airports in the world, Europe's busiest airports, a guide to Russian airports, website of Sheremetewa airport» и так далее. Веб-сайты, информация про flight services и прочие вещи. Если вам нужна дополнительная тренировка, дополнительный материал, если вам нужна информация для проектных работ, а мы с вами видели проектную работу, как в аэропорту, что надо сделать, сориентироваться и прочее, у вас этих материалов очень много уже в каталогах. Я еще раз подчеркну, чем учебники удобны? Тем, что они информацию дают системно, и там есть целая система упражнений. Поэтому, когда учебник используется, то вам не надо думать, как его скомбинировать. Дополнительные материалы здесь помогут, но они ложатся именно в разработанную уже систему. Точно так же вы можете подбирать ресурсы бесплатно. Я опять же подобрал для вас интернет-ресурсы, довольно быстро вчера, для путешествий. Посмотрите, например, первый сайт Travel English. Там словарный запас, который нужен для поездок. Затем Tourist Conversations. Примеры некоторых диалогов. Но опять же, уровень сложности там неравномерный. Есть worksheets готовые, которые можно скачать. И посмотрите, сколько бесплатных видеоресурсов, именно обучающих. Причем здесь тоже обучающие, как пройти контроль безопасности в аэропорту, как check-in сделать и прочее. Поработали с учебником, затем включили видео, посмотрели, а затем переходим к ролевым играм и упражнениям опять в учебнике. То есть очень много таких дополнительных вещей. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами заканчиваем уже вебинар на сегодня. Давайте подведем итоги. Буквально две минуты, и код сертификата появится. О чем мы будем говорить на следующем вебинаре? Вернее, давайте так. Перед тем, как мы про следующий вебинар поговорим, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, что для вас сегодня новой информацией стало? Скажем так, информация всегда бывает новая, бывает не новая, но полезная. А бывает информация просто интересная, вы еще не уверены, что она полезна будет, но, по крайней мере, было интересно. Вот что бы вы для себя отметили, что вы из этого вебинара вынесли? Мне просто важно понять, чтобы дальше продолжать серию этих вебинаров именно то, туда закладывать, что вам нужно. Учебник для взрослых. Да, учебник действительно удобный. Языковые реалии. Учебники понравились, буду применять. Замечательно. Про вариант английского языка уфа-американцев. Посмотрите, Black & Neckler очень интересная вещь. Начало вебинара интересное. Поверьте, у нас и дальше будут вебинары в таком же стиле. Электронный учебник. Культурологические моменты. Учебник для взрослых. Хорошо. Много дополнительных источников. Действительно. Было интересно. Есть что посмотреть в учебнике для взрослых. Учебник для взрослых. Начинаю работать по Кауфману. Очень интересный. Это действительно очень интересный учебник. Привязка учебного материала к реальным ситуациям. Вот это ключевой действительно момент, который требуется. Идея использована для репетиторства со взрослыми. И так далее. Ну что ж, отлично. Вот те, кому странноведние реалии заинтересовали, они еще больше будут на следующем вебинаре, потому что он посвящен социокультурным реалиям. Посмотрите, что мы будем рассматривать настве, какие вопросы. Что даже при хорошем владении языком может помешать общению. Очень серьезные вещи, вплоть до того, какой body language вы используете. Мы про это поговорим. Мы посмотрим на примеры, что американцам кажется трудным или нелепым в Англии, и наоборот, что англичан в Америке удивляет. Я, как говорил, я буду показывать даже люди, владеющие одним языком, как культурные особенности могут мешать, удивлять и так далее. Как добиться успеха в общении даже при невысоком уровне владения языком, то, что как раз для школьников, либо для взрослых начинающих нужно. Произношение кажется нелепым. Это Ирина пишет. Вы о произношении имеете в виду? А, произношение американцев в Британии и так далее. Да, вы знаете, я не так давно одному приятелю-американцу показывал серию из британского комедийного сериала «Fault Towers». И Логан у меня спрашивает, говорит, а тебе легко понимать? Я говорю, ну да, нормально, это же британский английский. Он говорит, а мне трудно. Я говорю, давайте буду объяснять. Я ему повторял некоторые фразы на более нейтральном варианте английского, который ему легче было понимать, оказалось, представляете? Ну что ж, и так, как добиться успеха в общении даже при невысоком уровне владения языком? И самое главное, как научить детей сохранять свою культуру и при этом учитывать особенности иноязычной культуры в общении? Вот об этом мы будем говорить на следующем вебинаре. Опять же, английский для реального общения, когда следующий. На следующей неделе у меня вебинар для дошкольников, вернее, для обучения дошкольников. В четверг будет тоже, кстати, очень интересная вещь. Мы будем говорить о разных способах расширения словарного запаса у маленьких детей. Что для этого можно сделать? Посмотрим, например, игр, упражнений. Поэтому, если вы работаете с маленькими детьми, приходите, не пожалеете. Там действительно интересные вещи. Я буду на примерах, опять же, пособия, в том числе и тех, которые я сам написал, и тех, которые даются. А вот через неделю, тоже в четверг, по-моему, будет как раз вебинар по социокультурным аспектам. Как записаться точно так же, как на сайте EnglishTeachers.ru. Можно ли с телефона смотреть вебинар? Любовь Шаврина спрашивает. Если у вас флеш-плеер в телефоне работает, то есть браузер позволяет, то можно на андроиде, это возможно, на айфонах нет. Дошкольник очень интересует тоже репетитор. Столь гончаров пишет. Приходите, не пожалеете, будет интересно. Ну что ж, наконец, многие спрашивают, как посмотреть код. А, и, кстати, еще вопрос в следующем вебинаре. Как сделать занятия самыми интересными? Вам сегодня самим было интересно? Расскажу, как сделать интересно для учеников. Хотя, когда интересно учителю, ученикам почти всегда тоже интересно. Ну что ж, уважаемые коллеги, как получить сертификат? Вот перед вами информация. Я вам сейчас даю код. Код для получения сертификата. Итак, даю, буду несколько раз его повторять. Вот он красным цветом. Копируйте и вставляйте. Не набирайте его, а просто вставляйте. Может быть, черным цветом от вас система потребует. Иногда от браузеров зависит. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое вам спасибо за отклики. Я смотрю, народ уже начинает потихонечку выходить из чата. Это те, кто пошли получать сертификаты. А куда вставлять код? А на экране написано. Посмотрите, вы проходите на сайте EnglishTachers.ru на страницу. Кликайте вкладочку «Анонсы». И там из выпадающего меню выбираете «Вебинары» и затем «Сертификаты». Либо прямо по этой ссылке проходите. Перед вами появляется окошко. Для кода вы код вводите. И нажимаете на кнопку «Проверить код». Перед вами появляется бланк для заполнения данных. Аккуратненько введите в вашу фамилию, имя, отчество без ошибок. Посмотрите, не спутайте, а то кто-то отчество писал вместо имени. И у вас тогда не в том порядке получалось на сертификате написано. Жмете кнопочку «Создать». И вам придет письмо по почте с самим сертификатом. И плюс сертификат откроется в браузере, из которого вы тоже можете сохранить. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое вам спасибо. Я очень рад, что лето нам позволяет пообщаться. И спасибо за вебинар. Спасибо Татьяне Геннадьевне, опытнейший учитель, который великолепных результатов достигает. И именно ученики которого прекрасно и поступают в вузы, и ездят за границу, и справляются с этим. То есть человеку, которому можно учиться и практике, и теории в том числе. Большое вам спасибо, уважаемые коллеги. На этом мы заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, я готов продолжать отвечать вам сейчас, либо могу ответить на форуме englishteachers.ru. Если нет, то встретимся на вебинаре. У меня те сотрудники, которые обычно у нас ведут вебинары, они все в отпусках, поэтому весь июль веду вебинары только я. От издательства «Титул». Но надеюсь, что вас это устраивает. Как я уже говорил, презентацию мы выложим, постараемся сегодня вечером, либо завтра с утра выложить после вебинара на сайте. И видеозапись вебинара тоже будет на сайте. Ее можно будет посмотреть, показать коллегам и так далее. Ну что ж, спасибо вам большое. Удачного вам дня. Напомните про код, пожалуйста. Вот код еще раз написал. Можно в крайнем случае открутить чат вверх, снова его найти. И инструкция, как получить сертификат, сейчас перед вами на экране. Ольга Тосинюк пишет. Данный код не дает доступа. Уважаемые коллеги, попробуйте, пожалуйста, зайти через другой браузер. Может быть, с браузером проблема. Это иногда помогает, например, через Google Chrome или через интернет-эксплорер. Видите, большинство абсолютно получили. Спасибо, Владикавказ, Анна Владимировна. Большое спасибо. Я Владикавказе проводил семинар года полтора назад. Замечательно просто было. И люди чудесные, и места невероятно красивые. Да, возможно, скопирую с пробелом, кстати, код. Давайте я вам еще раз его напишу. Он, поскольку цифровой, можно просто цифры переписать и вставить. Чита. В Чите был несколько раз. Большой привет Чите. Если вы увидите в ближайшие дни Валентину Афанасьевну Серебрякову, передайте ей тоже привет. Это один из лучших методистов России, я бы сказал так. У нас много хороших методистов в России. Валентина Афанасьевна, не зря она профессор кафедры. Она человек опытный, очень грамотный, умный и вообще великолепный. Сургут, Людмила Николаевна Шостакова пишет. Великолепные люди в Сургуте. С удовольствием к вам всегда приезжаю. Три или четыре раза был. Один раз в 40-градусный мороз прилетал. Это никого не остановило. Прекрасный был семинар. Привет из Крыма. В Крыму мы пока еще семинаров не проводили, но Крым невозможно не любить. И за природу его, и за людей, и за историю богатейшую. В августе вы будете вести вебинары? Я постараюсь. Мы пока только планируем вебинары на август. Я думаю, что как минимум один вебинар я в августе точно проведу. Может быть и больше. Ну что ж, уважаемые коллеги, если у вас будут вопросы или комментарии про учебники, я тоже готов буду отвечать. Любые вопросы по теме вебинара. Вы знаете, можно сделать так. Если вы хотите, я могу запланировать методическую консультацию онлайн. То есть вы мне можете вопросы присылать заранее. Я вам о чем-то расскажу во время этой консультации. Плюс я буду отвечать по ходу в чате. Потому что вопросы есть и административного порядка, и вопросы бывают и методического порядка, и так далее. Это можно сделать. Огромное спасибо из Брянска, пишут. Спасибо большое Брянску. Брянск от нас совсем недалеко. Междуреченск, Кузбасс. Великолепные места. Тоже был. Какие способы оплаты электронной покупки? Вы знаете, когда вы заходите в магазин, в интернет-магазин, то там есть ссылочка, как оплатить товар. Вы можете оплатить банковской картой, вы можете оплатить с вашего сотого телефона. Но вы знаете, сотого телефона получается дороговато, за вас еще оператор связи возьмет какие-то деньги. Можно скачать банковскую квитанцию, оплатить банковским переводом и так далее. То есть можно оплатить самыми разными путями. Я пользуюсь активно банковской картой, поэтому мне так удобнее всего для меня, для самого. Но возможно, вам будет что-то удобнее. Вплоть до того, что можно даже через терминалы сотовой оплаты, вот этот вот магазин и Киви терминалы и так далее, можно и так делать. Это тоже работает. То есть посмотрите, там подробные инструкции есть, прямо с картинками. Я первый раз по картинкам оплачивал, потому что мне надо было самому разобраться. Кстати, обратите внимание, сейчас идет акция на учебнике Enjoy English для седьмого класса, 20% скидка, это до 30 июля. Причем на весь УМК не только учебник, но и рабочий тетрадь, аудиоприложение, обучающее компьютерную программу, книгу для учителя. И на учебник Enjoy English для второго класса у нас тоже идет скидка, она будет по сентябрь идти. Так что тоже можно сейчас приобрести гораздо дешевле, чем в любом магазине вы это найдете. Это если вам нужно. Удобно либо вам, либо вашим коллегам. Будут у нас акции и другие. Мы готовим кое-что любопытное. Надеюсь, кость не заработает, что сделает использование интернет-магазина удобнее, приятнее и, главное, что выгоднее. Очень постараемся это сделать. Как скачать презентацию? Презентацию мы выложим на сайте englishteachers.ru после вечернего вебинара. Либо мы ее выложим завтра утром. Не вижу в продаже ваших пособий для малышей. А очень просто. Заходите в издание для дошкольников в интернет-магазине и кликайте для детей 4 лет. На самом деле эти пособия для 3-5 лет. Но, как учителя, которые начали с ними работать, говорят, они говорят, в принципе, даже и в начальных классах можно использовать, особенно для слабеньких детей. Там все довольно просто. Я буду примеры приводить на следующем вебинаре, на следующей неделе. Но можно приобрести пособие. 55 рублей всего стоит каждая. То есть, мы старались сделать максимально доступным. Когда будут утверждены учебники Кауфман? Уважаемые коллеги, мы ждем этого действия от министерства. Не только мы ждем. Другие издательства тоже по своим учебникам. Вы, наверное, знаете, что в этом году по итогам экспертизы электронных учебников учебники титула прошли экспертизу успешно. А вот ряд издательств отправили на повторную экспертизу учебники. И ситуация не очень понятная сейчас. И у них тоже. Поэтому трудно сейчас заранее говорить. Очень сильно зависит от того, как министерство будет работать. Мы с министерством стараемся, работаем, делаем все, чтобы добиться возвращения учебников в перечень. Ну что ж, коллеги, если больше вопросов нет, я еще раз на всякий случай даю код сертификата. И на этом мы вебинар заканчиваем. Вечером я буду снова его повторять. Если у вас есть коллеги, которым вы считаете было полезно послушать, напишите, посоветуйте им прийти. Нужна регистрация, ссылка будет другая. Но ссылку мы и на форуме выкладываем. Поэтому, в принципе, если не зарегистрировались, на форуме ссылку можно будет взять. Огромное спасибо из Минска. Большой привет Белоруссии. В Белоруссии пока еще региональных семинаров не проводили. Хотя очень хотелось бы. Ну что ж, до свидания, уважаемые коллеги. Хорошего вам дня и хороших отпусков. Приходите на вебинары. Надеюсь, что будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok